Всем доброго времени суток! Вы на канале о вязании. Меня зовут Валентина. Сегодня у меня в процессе плечевого изделия. На данном этапе я сейчас выполняю рукава от этого изделия. Как вы видите, вяжутся эти рукава способом Magic Loop. Оба сразу. Снизу вверх. Внизу у меня находится резинка 1х1. А дальше простой узор. Раппорт этого узора состоит из 6 рядов. 4 ряда лицевыми петлями. Дальше 2 ряда резинкой 1х1. Достаточно простой. Дальше все повторяем. 4 ряда лицевыми петлями, а дальше резинка 1х1. У меня рукав расширяется и вот здесь видно хорошо линию прибавок. Я сейчас проведу карандашом. Находится линия прибавок. На мой взгляд эта линия получается достаточно интересной и оригинальной. Я хотела бы сегодня поделиться с вами, как я это делаю. Как я уже сказала, раппорт узора состоит из 6 рядов. Прибавки я осуществляю каждом 6 ряду и этот 6 ряд находится в следующем порядке. Вот, к примеру, вот здесь у меня резинка 1х1. После этих двух рядов резинки 1х1 идет 4 ряда лицевыми петлями. Первый ряд после резинки 1х1 я провязала без прибавок, а во втором ряду, который я буду вязать лицевыми петлями, я делаю прибавки. То есть во втором ряду из этих четырех. Сейчас я вам покажу на практике, как выглядят мои прибавки. Прибавки у меня делаются в одном и том же месте. Вот сейчас я еще раз проведу эту линию на этом рукаве. Вот она. И постепенно, так как появляются новые петли, с этой стороны от края эти прибавки удаляются. На данном этапе, в этом ряду, вот здесь я уже делала на этом рукаве прибавки, а у меня находятся они возле 10 петли. Хотя в самом начале, вот здесь возле первой они находились. Итак, я сейчас вяжу второй рукав и показываю вам, как я делаю эти прибавки. Сейчас я провяжу 9 петель просто лицевыми. Вот я провязала 9 петель лицевыми, вот 10 петля. И вокруг этой петли я сейчас делаю прибавки. В данном случае прибавку я вытаскиваю из петли предыдущего ряда. Имеется ввиду из петли предыдущего ряда по отношению к левой спице. Не правой, а левой. Вот петля предыдущего ряда. Вот из этой стенки я сделаю прибавку. И потом вытащу дополнительную петлю еще из второй стенки. Значит, сначала я делаю с этой стороны прибавку. Просто провязываю лицевую петлю. Провязываю петлю, которая на левой спице была лицевой. И затем поднимаю эту петлю из предыдущего ряда за левую стенку. И провязываю ее тоже лицевой. Как вы видите, после того, как я провязала сейчас, здесь очень хорошо видно отверстие. Но на самом деле этот узор хорошо скрадывает отверстие. Как вы видите, его ниже абсолютно незаметно. Вот эта резинка 1х1, которая в узоре, хорошо втягивает в себя. Это отверстие и абсолютно ничего не заметно. В данном ряду это отверстие хорошо видно, так как петли сейчас находятся на спице. И спица натягивает эти петли. И поэтому мы видим это отверстие. Когда провяжем следующий ряд, резинка 1х1, вот эти два ряда, это отверстие втянет в себя и его не будет видно. Я довязываю до конца этот ряд просто лицевыми петлями. Следующий ряд, третий, я провяжу просто лицевыми петлями. И это все будет выглядеть точно так же, как вот здесь, к примеру. Или вот здесь. Система прибавок подходит не под каждый узор. Вот здесь она вписалась очень хорошо. На лицевой глади, я думаю, что это будет не совсем то, не совсем ожидаемый результат. Вот эти отверстия, их хорошо будет видно. Но можно попробовать на образце, попробовать прибавки подобные на каком-то другом узоре. Вот рельефные узоры, я думаю, будут хорошо скрадывать вот это отверстие. И линия прибавок, как вы видите, выглядит достаточно оригинально и интересно. И на этом сегодня у меня все. Я желаю вам всем всего хорошего. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok